Дело прекращено. Марию Матузную исключили из списка экстремистов. Уголовное наказание ждет тех, кто продает поддельные лекарства в интернете. Госдума одобрила соответствующий законопроект. Вместо мозга у них желудок. Необычная выставка древних существ работает в Барнауле. Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Теперь она не экстремист. Марию Матузную, которую обвиняли в экстремизме за размещенные в интернете картинки, больше не числится в федеральном списке таковых. Из перечни исчезла и фамилия еще одного жителя Барнаула Андрея Шашерина, обвиненного по той же 282-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Как пояснил в своем телеграм-канале глава правозащитной организации АГОРА Павел Чиков, удаление из списка означает, что уголовные дела по статье 282-й в отношении этих лиц прекращены. Марию Матузную, к слову, новость порадовала. Однако собирается ли она теперь вернуться в Россию, пока неизвестно. Напомним, осенью этого года, опасаясь уголовного преследования, она тайно выехала за рубеж. Предположительно, сейчас Матузная находится в одной из европейских стран. Отметим, что в списке потенциальных террористов по-прежнему остается еще один Барнаулец, фигурант громких дел за картинки в интернете Даниил Маргин. За интернет-продажу поддельных лекарств ждет уголовное наказание. Соответствующий законопроект в первом чтении накануне одобрила Госдума России. Один из авторов проекта – депутат Государственной Думы от Алтайского края Александр Прокопьев. Напомним, в 2014 году приняли закон, который ввел в Уголовный кодекс три новых состава преступления. Незаконное производство лекарств, оборот некачественных и фальсифицированных медпрепаратов и БАДов, а также изготовление поддельных документов на лекарства. По мнению депутата Госдумы Александра Прокопьева, это дало положительные результаты. За четыре года фальсификата на полках аптек стало в два раза меньше. В то же время оставался высоким риск покупки поддельных лекарств через интернет. Чтобы противостоять этому, Госдума разработала и накануне одобрила поправки в Уголовные и Административные кодексы. Вот как это решение прокомментировал парламентарий Александр Прокопьев. Сделан еще один серьезный шаг в борьбе с такой проблемой международного масштаба, как фармпиратство и фальсификация медицинской продукции. Принятый пакет законопроектов подтверждает, что у нас в стране идет системная работа по защите людей от поддельных лекарств. Считаем, что здесь должны приниматься самые строгие и суровые меры. Ведь речь идет о здоровье и жизни наших граждан. Так вот, теперь за реализацию поддельных лекарств или БАДов в сети партиями стоимостью не более 100 тысяч рублей граждан ждет штраф до 200 тысяч рублей, должностных лиц до 800 тысяч, юридических до 5 миллионов рублей. Продавцов фальсификата на сумму свыше 100 тысяч рублей ждет лишение свободы сроком от 5 до 8 лет и штраф до 3 миллионов рублей. А в случае смерти двух или более лиц от контрафакта срок тюремного заключения составит до 12 лет и штраф до 5 миллионов рублей. Добавим, на сегодня правоохранителями выявлено около 700 интернет-ресурсов, на которых продаются рецептурные препараты, в частности, сильно действующие психотропные и наркотические лекарственные средства. Следователи края начали доследственную проверку по факту падения керамической плитки на жительницу Барнаула. Как сообщают в ведомстве, 52-летняя женщина вышла из салона красоты, расположенного в многоэтажном доме. В этот момент ей на голову с восьмого этажа упала плитка. Потерпевшая получила открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Сотрудникам следственного комитета предстоит разобраться, виновата ли управляющая компания, которое обслуживает многоквартирный дом. По статье 238 Уголовного кодекса нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо ограничение свободы срока до двух лет. Наехала на препятствие, оказалась на Баку. Сегодня утром на Зминогорском тракте в районе улицы Ломоносова женщина-водитель не справилась с управлением, залетела на бордюр, в результате автомобиль перевернула. К счастью, во время падения других машин рядом не было, водитель не пострадала. В Барнаульском музее «Город» работает выставка, главные герои которой – трилобиты. Это членистоногие. Жили они еще до эпохи динозавров. Прикоснулась к истории и Елены Кузовкиной. Сейчас я держу в руках кусок каменной плиты. Вот то, что на ней мы можем увидеть, языком палеонтологов называется винегретом. Вот красным карандашом обозначены места, где отпечатались трилобиты. Ну, простому человеку этого счастья не понять, а вот палеонтологи такой находки были очень рады. Трилобиты. Представьте, только вместо мозга у них желудок. А с виду они вообще похожи на макруш. Поиском этих морских существ, вернее их окаменелостей, до сих пор занимаются палеонтологи. И это при том, что вымерли трилобиты далеко не вчера, а 250 миллионов лет назад. Находят их уже в карьерах, где у нас раньше были моря. Близи нас это Кемеровская область, Новосибирск. Ну, это самый ближайший к нам, да, от Барнау, это Искитим, Искитимский район. На выставке, которая приехала к нам из Новосибирского краеведческого музея, примерно 50 на 50 процентов подлинников и, если можно так выразиться, репродукции с изображением трилобитов. Есть, кстати, аммониты. Все они жили по соседству на дне морском. Организаторы выставки привезли в Барнау также несколько костей бизона, лошади, носорога и мамонта. Животных разделили по частям, а с помощью экскурсовода можно познакомиться с их строением. Вот эта часть у нас принадлежит мамонту, это четвертичный период. Хорошо, вот эта, ой, какая тяжелая, это что за часть мамонта? Это его зуб, в основном, в принципе, современный. В смысле, это один зуб? Это один зуб. Это фрагмент челюсти настоящий. Здесь отверстие для хобота. А сам хобот где? Все. По большому счету, палеонтологическая выставка редких окаменелостей на любителя и безграмотного рассказчика здесь будет скучно. Нам, например, было очень интересно. Добавим, что полюбоваться трилобитами можно еще несколько дней. 16 января выставка завершает свою работу. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноз погоды компании «Эвалар». Не знаете, какой пустырник выбрать? Выбирайте пустырник «Форта Эвалар» с алтайским пустырником и более высоким успокаивающим действием. Пустырник «Форта Эвалар». Почувствуйте разницу. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. На большей территории края похолодает. В Бийске и Рыбцовске до 14 морозов. В Белокурихе до 18 холоднее всего в Тольменке и Славгороде. Здесь минус 22. В Барнауле ясно и до 15 морозов. Телефон редакции в Барнауле прежней. 722 440. Полная картина дня. В вечернем выпуске. До встречи.